Визит на шахту Талдинская Западная 1 компания СОК Кузбасс начался с посещения очистного забоя. Перед спуском первый вице-премьер России Андрей Белоусов познакомился с работой диспетчерского пункта и прошел необходимый инструктаж. Переодевшись в спецодежду, получив средства индивидуальной защиты, участники спуска добрались на дизель-гидравлическом локомотиве до лавы 6601. Там они пообщались с горняками из бригады Алексея Пфаферода. С собой в шахту Андрей Белоусов взял министра транспорта Евгения Дитриха и главу РЖД Олега Белозеров. Чтобы они проникли шахтерским духом перед заседанием, на котором решался жизненно важный для отрасли вопрос вывоз угля железнодорожным транспортом в восточном направлении. Мы должны сделать все, чтобы обеспечить этим людям достойную жизнь и достойную зарплату. Это связано сегодня прежде всего с вывозом угля в восточном направлении на экспорт. Это вот, собственно, задача, почему я сюда приехал. Мы здесь предполагаем принять довольно очень серьезное решение. Для того, чтобы эти решения принять, нужно самому почувствовать немножко. Это помогает. Это первое. Второе. Я сюда привез своих коллег, министра транспорта и руководителя РЖД, для того, чтобы они тоже немножко почувствовали, что такое труд шахтеров. Первый вице-премьер подчеркнул, что спуск в шахту и посещение очистного забоя оставило у него сильное впечатление. Самое сильное впечатление, наверное, это огромное уважение к тем людям, которые там работают. Потому что, конечно, оно и раньше уважение-то было. Я всегда считал, что из детства так было воспитано, у меня родители воспитывали, что шахтер – это профессия героическая, даже как и офицер. Но, когда, что называется, подруга своими руками, это ощущение, что он приобретает большой объем. Поэтому я могу сказать, что люди заслуживают самого лучшего, те, которые там работают. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев со своей стороны поблагодарил представителей правительства РФ за внимание к ситуации в регионе. На вертолете пролетели, все посмотрели. Посмотрели, как сверху разрезы, посмотрели, как живут люди, как они близки к разрезам, в каких условиях они находятся. Посмотрели то, что мы строим, какие проекты, как Кузбасс развивается. И вы видите, Андрей Юрьевич пошел и в шахту до конца. И даже когда некоторые тут колебались идти, не идти в шахту, команда поступила всем в шахту. До конца все пройти, посмотреть, как работает лава, поздороваться, поговорить с шахтерами, которые там внизу работают. Подняться наверх, а потом идти на совещание. Это уже дорогого стоит. Такое погружение в реальную ситуацию Кузбасса, я уверен, что Кузбассу теперь будет немножко другой подход. Он будет особенный и с душой. Он всегда был с уважением. А затем за закрытыми дверями состоялось совещание, на котором решался жизненно важный для отрасли вопрос. В присутствии первого вице-премьера Андрея Белоусова, правительство Кузбасса и ОАО РЖД договорились о перевозке не менее 53 миллионов тонн угля в восточном направлении в 2020 году. Подписано дополнительное соглашение о взаимодействии до 2035 года. Правительства региона уверены, что компромисс, который был найден сегодня, позволит угольщикам Кузбасса по итогам этого года показать результат не хуже прошлогоднего.